Вот для того, чтобы парить с утра пораньше в понедельник, поверьте, много не надо. Ну, для начала проснуться, во-вторых, поверьте, крылья вам даст утренняя зарядка. И у нас есть тот, кто эту зарядку проведет. Да, у нас есть все для этого. Итак, традиционно по понедельникам мы встречаемся с нашим чудесным, судя по надписи на майке, Денисом Крюковым, тренер профессиональный. Итак, начнем сегодня поработать. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Денис. Сегодня сделаем два упражнения на ягодичную мышцу и немножко проработаем квадрицепс и одно упражнение на пресс. Очень важно после выходных, согласитесь. Мало ли, сколько мы выходных наедли. Проработать с недоработанной. Да, 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 проработаем недоработанной. То, что не доходили, если ходили вообще на выходных, а не лежали. Начнем с первого упражнения. Это отведение ноги в сторону, назад. Для этого нам потребуется резиночка дома. Кому неудобно держать равновесие ровно, можно... Держаться за мебель. Да, мебель, стул взять под опору. Я буду делать с прямым корпусом. Так. Одеваем резиночку на ногу. Ну, у Дениса специальная резиночка, так называемый спандер. Здесь натяжение 4 килограмма, сказал Денис. Да, 4 килограмма красного цвета, они довольно легенькие. Для начинающих, в общем, тоже подходят. Опорную ногу ставим на всю стопу, переносим вес тела немного на носок. Заднюю ногу отводим немножко перпендикулярно пятке и упираем ее на носочек. Руки в замочек перед собой. Напрягли пресс, прогнули поясничку, зафиксировали корпус. И на выдохе отводим ногу назад до натяжения резиночки максимального и опускаем ногу вниз. Два варианта выполнения упражнения. Первый вариант – это ногу мы опускаем обратно на носок. Это более легкий вариант, но вставляем в натяжении резинку, то есть не расслабляем ее. Второй вариант – мы работаем всегда в натяжении, не касаясь ногой пола. Это более тяжелое. Десять повторений. То есть вот такое вот движение. Ну, соответственно, раз делали на одну ногу, то потом желание на другую. Да, естественно. Делали одну ногу, перенесли вес тела на опорную, поменяли опорную ногу и проработали вторую. Дальше что прорабатываем? Второе упражнение – это выпады назад с выбросом колена вверх. Делаем его на четыре счета. Встали ровно, ручки перед собой. На раз отнесли ногу назад, прогнули, опустили колено вниз, поднялись. И выкинули колено вверх. Но делаем это все одновременно, не останавливаясь. Так, покажите нам. Раз, два, три, четыре. Таких 10-12 повторений на одну ногу. Меняем ногу и делаем вторую. Коленом стараемся пола не касаться, останавливаясь до пару сантиметров до пола. Не ударяя колено, не травмируя при этом коленный сустав. Обратили внимание, какая у вас прямая спина при этом. Да, 90 градусов прямо. Да, в этом упражнении тоже стараемся напрячь пресс, поясничку, прогнуться и не наклоняться. То есть корпус у нас стабильный. Кстати, по поводу пресса. У нас еще одно есть упражнение. Да, последнее упражнение – пресс. Ложимся на пол. Ножки в замочек, либо можно вместе. Приподнимаем их от пола. Корпус отклоняем немножко назад. Вот такое упражнение. Руки в стороны. Сводим руки перед собой и колени подтягиваем к корпусу на выдохе. Вот такое движение. Я вот по себе знаю, что это не самое простое упражнение для пресса. Вот честно скажу, но работает оно очень клево. Да, это довольно непростое упражнение. Облегчить его можно в каждом подходе, повторении, касаться ногами пола. То есть облегчить на этом себе задачу. Слушайте, Денис, спасибо вам за то, что вы нас вдохновили на спорт, на движение. Вообще когда-то в советские времена, помните, даже по радио были такие программы, когда буквально всей большой страной мы становились и делали зарядку. На зарядку становись. Продолжение следует...